всем привет с вами владимир плотников и сегодня мне посчастливилось взять интервью пожалуй у одного из самых успешных бизнес тренеров селодова татаринова это просто человек легенда если кто не знает то это то у этого человека огромнейший опыт бизнесе наставничестве личной эффективности он является основателем международной компании сантим интернешнл имеет бизнес 20 странах мира занимается инвестированием сетевым маркетингом бизнес тренерством и коучингом также он является автором уникальной методики технология создания контролируемого будущего ну и соответственно по совместительству был долларовым миллионером здравствуйте все здравствуйте варенье тема сегодняшнего интервью это персональный брендинг концепция млм 2.0 интернет-маркетинг увеличение млм структуры через интернет вот скажите пожалуйста все у вас вы пришли сетевой маркетинг насколько я знаю из традиционного бизнеса причем сделали это 20 лет назад когда этот вид предпринимательства был совсем не престижным что же вас заинтересовало в млм индустрии я познакомился с интернет индустрии в девяносто седьмом году не с интернетом связи с сетевым маркетингом вот и принципе тогда это случилось достаточно спонтанно вы именно сетевым маркетингом я заниматься не хотел но просто так вот произошло то что сначала я думал что смогу продавать через сеть я произвожу то спирулину плотен сплат я думаю что смогу сплав свой сплак продавать через сеть ну конечно потом когда больше познакомился с этой индустрии из компании я понял что это то чем я хочу заниматься то есть поэтому это было такое скажем неосознанное решение так может так случилось в принципе у многих так происходит в том числе и у меня так случилось но пока в конечном итоге я понял что это действительно тоже мое и мы сейчас сам на сегодняшний день сетевым бизнесом занимаемся вместе с супругой а вот скажите пожалуйста все вот вот вы сделали достаточно быстрый результат сетевом бизнесе у вас благодаря чему у вас был наставник или это результат импровизации большого желания или настойчивости на самом деле я достаточно хорошо развивался достаточно так быстро и это было не из того что у меня был наставник то есть конечно же у меня были спонсоры вот и ему сошли был какой-то один способ который я учился у меня было несколько и у каждого как как я старался брать знания и какие-то вещи вот которые были у них но на самом деле мой успех был основан на том что еще до этого бизнеса то есть я прошел уже определенную дорогу вот и в классическом бизнесе и собственно говоря занимался спортом и у меня и было волей поэтому первые свои достижения сделал на волевых и я помню что когда мне развивалась структура она за мной как бы не поспевала немножечко я так слишком как бы ну можно сказать быстро старался все-таки система развития сетевого бизнеса это прежде всего система роста и развития тех людей тех партнеров которые с тобой работают поэтому нужно вот именно прежде всего заботиться о том чтобы твои партнеры росли также вместе с тобой все как один растет по партнеров не растут то никогда бизнеса большого не будет то есть я так понимаю что нужно помимо самого бизнеса и обучаться до безусловно безусловно потому что без обучения нет никакого развития если человек не обучается делать те же самые вещи что он и делал то рассчитывать на новый результат в будущем это по крайней мере смешно да согласен с вами и вот вы вот сделали отдали приоритет только сетевому бизнесу весьма быстро и закрыли производство свое вот почему увидели перспективу или это устраивало соотношение вот вложенным усилием к полученным результатам ну надо вспомнить то время это был 97 год уже три года шел мой проект биллабс биологической лаборатории где вот как раз право не производил сплат и это было тогда не своевременно безусловно то есть это было слишком как бы опережающие события тогда никого не интересовали там не бады и какие-то другие вещи вот это было слишком таскать свое время не своевременно скажем так и поэтому продолжался меня бизнес линейный три года и он меня сказать полностью забрал все финансы все мое такое внутреннее такое состояние мое внутреннее желание я был слишком уже действительно я был уже устал устал я от этого бизнеса и поэтому когда я увидел сетевой маркетинг и то есть когда я его поняла понял я его наверное хотя же в первый месяц заработал мой первый чек был 212 долларов и 900 практически долларов я заработал на продажах то что мне было интересно как вообще продавать то есть я не верил что можно вообще что-то продать но в принципе получилось так и сказали так так и сработал вот но я для себя вот именно когда понял что такое сетевая маркетинг это наверное месяц больше на крупных событий где я был вот после этого уже сказать я принял решение и о закрытии своего производства и потому что я почувствовал здесь свободу возможность делать бизнес по всему миру и я принял решение в пользу как раз свободы и пришлось потерять как раз те деньги которые я вложил свое производство безвозвратно понятно мы просто сейчас как бы у нас такой период тоже супругой достаточно большое количество предпринимателей мы разговариваем с ними и вот слово линейный бизнес она мне как бы напомнила так скажем что вот ну все практически предпринимателям это именно линейный доход перестал работать перестал получать скажите пожалуйста все вот вот еще сетевой бизнес сетевым бизнесом а вот к наставничеству и обучению как вы пришли но на самом деле я всегда интересовался этим то есть вот я занимался личностным развитием с 87 года вот когда еще учился в артиллерийском институте то есть я заканчивал тульский высший инженерные тогда назывался артиллерийское училище потом стал институт то есть раньше понять не было институт то есть как было как бы военное училище так вот восемьдесят в году как бы я начал заниматься личностным развитием потому с подачи моей мамы который принесла мне книгу дэлла карнеги вот если я начал как-то интересоваться смотреть но и плюс того что сказать тогда я был комсомольцем еще это наложилось потому что нас учили тогда в москве у нас специально были занятия по ораторскому искусству ораторское мастерство принц меня это помогло и школа была действительно не не очень неплохая вот именно по ораторскому мастерству и с этого момента вот как я больше стал все интересоваться потом уже восемьдесят девятом году я заинтересовался там различными практиками вот это еще больше меня в эту сторону подвело но и уже когда я делал даже линейный бизнес я любил это там провести там тренинг по продажам по телефону например как там нужно менеджером действовать я любил как бы это делать так еще на непрофессиональном конечно уровне но если когда я познакомился с сетевым маркетингом то есть когда человек становится лидером и обучает людей выступает на сцене то есть вот уже начинается уже такая про практическая деятельность бизнес-тренера который ведет людей к успеху двигает делая с ними коучинг когда раль хотя раньше к этому коучному называлось просто сексировал и вел человека ну собственно говоря и делать с ним коучинг как это потом выяснилось что это так это и называется и собственно говоря потом уже где-то ближе к 2000 году когда я жил в варшаве и меня там было времени потому что пять лет я там прожил и собственно и тогда я уже окунулся полностью в индустрию бизнес-тренерство я занялся по методу хосе сильве работой в альфа состоянии стал изучать работу головного мозга тогда там были специалисты из америки дон кэмпбелл и джерри каплис то есть я в них учился и тогда вот именно я больше для себя открыл наставничество как эффективный инструмент для развития то есть собственное на стал чувствовать как инструмент для собственный уже развития мне 、「сошнектор наставничество просто как наставничество давать 동дарю говорим увидел что большие достижения возможно когда у тебя есть тренер наставник ну как угодно это называетесь человек который находится в том месте сейчас где и ты хотел бы в через какое-то время то есть я увидел насколько действительно вот есть в этом сила и насколько это позволяет сократить время для достижения цели – Замечательно, спасибо. И вот на сегодняшний день вы продолжаете активно развивать MLM бизнес или сейчас только предпочитаете именно наставничество, коучинг? – Ну, я не могу сказать, что я активно развиваю MLM бизнес, но я сам занимаюсь MLM, только сейчас, перед тем, как я сейчас с вами разговариваю, я связывался с Анной Васильевым, это Анна Васильева и Сергей Пергаев, теперь она вышла замуж, тоже стала Пергаева, Анна Пергаева и Сергей Пергаев – это мои дистрибьюторы, первая линия моя, то есть мы обсуждали с ними мероприятие, которое пройдет летом, и я его буду проводить для своей структуры, то есть я продолжаю также работать еще как лидер сетевого маркетинга. Конечно, не так активно, как это было, например, 12 лет, когда я беспрерывно, так сказать, уехав из дома, фактически больше не приезжал, в основном я делал бизнес за границей, то есть это 12 лет беспрерывной работы, беспрерывного путешествия, то есть вот теперь у меня фаза такая более спокойная, но тем не менее я все равно занимаюсь и как лидер сетевой компании делаю определенную работу. Здорово. И еще вот такой вот вопрос у меня. Оффлайн бизнес, так называемый, как я сейчас это называю, это построение структуры, холодные контакты, обучение и так далее. На сегодняшний день интернет как бы все больше входит в нашу жизнь, все большее количество людей подключается к интернету. И вот аббревиатура MLM 2.0, что это такое и как вы к каждому относитесь? Ну, на самом деле, то есть аббревиатура, она, конечно, это больше маркетинговая такая, маркетинговая уловка, потому что вот я прекрасно знаком, и это мой друг Димас Макотин, который явился, так сказать, такой верночальник MLM 2.0. На самом деле это тоже просто есть сетевой маркетинг эффективный и неэффективный. Например, если, ну, к примеру, футболистам надеть кроссовки новые и сказать, что теперь все, теперь стал футбол 2.0, да? То есть, ну, на самом деле не стал футбол 2.0, а то, что люди надели новые кроссовки. То есть правила игры те же, маркетинговый план тот же. То есть есть эффективный сетевой маркетинг и неэффективный сетевой маркетинг. Когда человек его ведет правильно, используя в том числе современные средства коммуникации, тогда, так сказать, это называется эффективный маркетинг. Когда человек ведет его методами, или пытается, например, работать, используя пейджер, когда сейчас уже пейджерами не пользуется, или пытается, не знаю, использовать какие-то другие вещи, которые сейчас не используют. Это просто неэффективный. То есть эффективный сетевой маркетинг, он и есть эффективный сетевой маркетинг. А неэффективный, он есть неэффективный. Современные средства коммуникации надо обязательно использовать для того, чтобы расти, развиваться. Современные маркетинговые тенденции, которые также входят и в бизнес. Например, если в бизнесе пошла тенденция в 70-х годах в мире позиционирования, опять же, это было продиктовано необходимостью. Соответственно, и в сетевой маркетинг тоже пришло позиционирование, персональный бренд. Потому что в связи с того, на каком уровне человек находится, то он работает с той или иной позиции. Если человек работает на уровне того, что он пользуется продуктом, является клиентом, но иногда там может кого-то подпишет, ему позиционировать себя, развивать свой персональный бренд, но достаточно глуп, потому что в принципе это не его приоритет, но если человек хочет зарабатывать большие деньги, войти в 1,5-2% людей, которые в каждой компании зарабатывают максимальные деньги, ему необходимо просто заниматься персональным брендированием. То есть это просто насущная проблема. Так что вот так. Ага, понятно. То есть, что получается, что без оффлайн работы в онлайн, MLM 2.0, так называемый, словаться не имеет смысла в принципе? Нет, но на самом деле это тоже, как бы, это перегнули как бы палку. На самом деле, Дима Смаконь, когда делал 2.0, он не говорит, что это обязательно, вот там, только исключительно, в интернете и так далее. То есть опять нет, там, оффлайн, онлайн, это хорошие опять же слова, такие же маркетинговые такие вещи. То есть, можно сказать, что теперь я буду есть только онлайн. Теперь еду оффлайн я есть не буду, и спать теперь я оффлайн не буду, я буду спать теперь онлайн только. И есть я тебе буду только онлайн. И она расскажет, ты что имеешь вообще в виду, как ты будешь есть онлайн? В принципе, я сам не понял, но звучит неплохо. То есть, это вот, то есть, ну это ерунда. То есть, есть технические моменты, которые призваны, например, обеспечить поток кандидатов на сайт-воронку, например, возможность взять, собрать email-адреса, сделать правильные email-рассылки, email-маркетинг, конвертировать людей там и так далее. То есть, это все не сетевой маркетинг как таковой. Это обычное, так сказать, сетевое предпринимательство, которое опять пришло из Америки. То есть, люди, которые занимались просто продавали через интернет товары, услуги различные. Вот, просто это используют сейчас сетевой маркетинг, но от этого он не становится каким-то абсолютно другим. То есть, если раньше давали объявления в газету, например, и встречались с кандидатами, используют такие моменты, которые раньше были. Теперь, так сказать, если это возможно, использовать то, что могут сделать механизмы или программы, автоматизировать работу. То есть, произошла автоматизация. Но от этого, как такового, то есть, ну ничего сильно не изменилось. Например, если раньше люди, когда мы работали в Польше, я использовал так называемый телефонный автоответчик. То есть, у меня был определенный спич, потому что там в Польше разговаривали все по-польски. Я по-польски не зуб ногой. То есть, мой переводчик на тот момент, сейчас я его знаю от языка. На тот момент переводчик меня как бы оставлял в записи, я давал объявления. Ну и, собственно говоря, люди, которые брали телефон, и мой автоответчик отвечал. То есть, это, в принципе, можно было назвать тогда тоже, так сказать, сетевым маркетингом 2.0. То есть, ну это, ну это все такое, лукавство небольшое. То есть, это просто так же и работали, и в Америке так работали всегда. Ну, в принципе, это ничего в таком, здесь такого нет. Просто применение современных технологий. Вот. А теперь, когда программы имеют возможности, то есть, действительно, освободить от человека, не делать эту рутину, и разговаривать уже с людьми, которые пройдут этот фильтр, и которые не заинтересованы отсеяться, и уже разговаривать с потенциально готовыми людьми, то есть, это, конечно же, большое преимущество. То, что технологически это возможно сейчас открывает возможности. Но, как бы, к сожалению, есть и другая сторона у этого всего. О том, что, так сказать, такого рода сети, то есть, они не отличаются стабильностью, потому что нет вот именно персональных или личных отношений. То, что, как бы, и позволяет людям создавать в сетевом маркетинге некоторое комьюнити, и, так, цементировать эти отношения для достижения общих целей, то есть, создания вот этой самой эффективной команды. Поэтому, когда мы говорим про эффективный маркетинг, то есть, мы можем назвать его 2.0, в принципе, хорошее название. И вот Дима молодец, что он назвал так, и придумал так, ну, звучит так интересно, как USB 2.0 было, да, там, сетевой маркетинг 2.0, вроде как скорость увеличивается там, и так далее, прохождение. Вот. И поэтому, то есть, если работать сейчас, развиваться, то тогда, собственно говоря, нужно и говорить о том, что надо использовать современные средства коммуникации, современные технологии для ведения бизнеса, в том числе через интернет. Потому что интернет – это большая сила, которая не используется еще, как она может использоваться, но в России, опять же, с приходом все больше и больше количества людей в интернет и пользователей развивается вот действительно такая новая волна именно такого интернет-предпринимательства, где в том числе делается и инфобизнес, в том числе делается и сетевой маркетинг и огромное количество других проектов, используя как раз вот именно сетевой маркетинг и преимущества и большие возможности сетевого маркетинга. Так что я вижу большие перспективы в интернете и большие перспективы вообще любого эффективного ведения бизнеса, будь то MLM или любой другой. Спасибо все. Вот вы как раз сейчас говорили и уже ответили на мой следующий вопрос, поэтому я задавать его не буду. Задам уже немножко отвлеченный от сетевого бизнеса вопрос, но, так скажем, вопрос, который многих бы заинтересовал, в том числе сетевиков. Скажите, пожалуйста, как чувствовать себя миллионером? Вот в России это образ человека, урвавшего кусок от государства. Вы же сделали себя сами. Каково это ощущение? Как чувствуете ли вы себя уникальным человеком? Ну, так сказать, если так говорить откровенно, но каким-то… во-первых, начнем с того, что таким каким-то себя сверх богатым человеком я не ощущаю, хотя за 2011 год я заработал больше миллиона долларов. То есть семизначный годовой доход вышел за 2011 год. В принципе, это неплохо. Но все в жизни в сравнении. То есть на самом деле миллион долларов – это небольшие деньги. То есть если мы ведем даже современные цены на недвижимость, например, в Москве, в принципе, есть приличные квартиры, которые стоят 2 миллиона долларов, то есть 3 миллиона долларов. То есть если человек зарабатывает даже миллион долларов в год, то все равно не может купить даже себе квартиру. Ему надо хотя бы года три на нее работать. Так что это все достаточно сравнительно. То есть миллион долларов – это небольшие деньги. А вот по поводу того, что есть ли ценности или нет, то безусловно. То есть я это говорил, я это говорю, и для меня это было большое преимущество. Когда, например, был еще 99-й год, и у нас было еще в России неизвестно что, народ исключительно деньги зарабатывал, продавая нефть или какие-нибудь газы и так далее. Делали таким образом бизнес, и приоритизировали заводы государственные, урвав кусок государства. В этот момент я экспортировал за рубеж бизнес-технологии. Я обучал людей, будь то поляков или испанцев, или сербов, или турок, все равно там, где я работал. То есть я обучал этих людей, обучал технологиям изменения жизни, обучал технологиям, при помощи которых эти люди могут взять под контроль свою жизнь, контролировать свое будущее, создавать это все. И вот в отличие от того, когда в России, например, очень популярный был бизнес, когда аборигены продавали за бусы, распродавали золото и шкуру, хитрым переезжим на кораблях, искателям приключений. То же самое. Это было престижно, когда народ торговал газом, и сейчас, в принципе, тоже престижно. Я в этот момент экспортировал бизнес-технологии, когда, например, те же самые турки покупали, так сказать, продукцию, и они работали с ней, я получал комиссионное вознаграждение с товарооборота, который создан был в Турции, и налоги платил в России. То есть в этот момент я чувствовал свою значимость, и значимость не надутую, когда люди действительно распродавали то, что им не принадлежит, например, тот же самый нефть или газ, который, в принципе, является народным достоянием, и если вот так хитрым образом приватизировали, это ничего не меняет. Просто преступление, оно и есть преступление. Как его там не раскрашивать, не рядись. То есть в этот момент я чувствовал себя достойно, потому что я как раз занимался настоящим бизнесом, не торговал природными ресурсами за побрякушки, а наоборот, как раз технологии экспортировал и получал за это, так сказать, денежную эмиссию и возвращал в Россию. Поэтому, опять же, к этому можно относиться как угодно, но факт есть фактом. То есть я это делал, и делал на протяжении 12 лет, и достаточно успешно, и поэтому вот такого рода деньги для меня имеют значение. Оно в объеме денег может быть не сказать, что это очень большие деньги, но в значимости их, лично для меня, но и для тех людей, которые понимают, о чем я говорю, я считаю, что это достаточно значительно. Здорово. Как бы, ну, необычно, я бы сказал. Вот почему? Потому что вот как бы в нашей стране многие все-таки всегда, все-таки еще продолжают считать, что деньги – это на самом деле зло, что не имея их и не позволяя благодаря вот этим установкам насладиться богатством, которое можно заработать или как-то еще. Вот что, на ваш взгляд, дает богатство для себя, для человека, для окружающих, его людей? Ну, богатство и просто деньги – это, конечно, разные вещи. Мы говорим, богатство, мы имеем в виду счастливую жизнь, то счастливая жизнь – это прежде всего жизнь сбалансированная. То есть если человек только убивается на работе и гонится за деньгами, то создать его счастливым тоже нельзя. Деньги – это часть и элемент свободы. И это если человек смог действительно образом создать такой бизнес, где он не является загнанным, как белка в колесе. Кстати, это так же называется и сетевого бизнеса. Потому что многие люди, идя за свободу, теряют в сетевом маркетинге ее полностью, за погоней за квалификациями и другими вещами, не видят белого света, пытаются что-то сделать за счет того, что отбирают время у своих любимых людей, отбирают время у себя в том числе. То есть это все называется такое невежество. Потому что настоящее богатство – это когда человек делает осознанные движения, осознанные действия и не забывает про все пять сегментов своей жизни, где есть, конечно же, и финансы, есть и семья, и отношения, и здоровье, саморазвитие, обучение, ну и соответственно хобби. Когда человек ведет полноценную жизнь, тогда это, наверное, можно назвать богатством. А сами по себе деньги, то есть как деньги, это только средства. И когда человек ставит их во голову угла, назвать этого человека счастливым вряд ли можно. Плохо, когда денег нет. Но только само наличие денег не делает человека счастливым. Потому что, как говорил когда-то Джим Рон, когда человек не научился быть счастливым с минимальным количеством денег, то просто большое количество денег сделает его просто несчастным. так что я вот здесь полностью согласен с классиком. Богатство – это правильное состояние, зрелое состояние человека, где он действительно зарабатывает деньги, но он не служит деньгам, а он становится таким человеком, который ставит деньги на службу своим целям, своим ценностям и не нарушает свои ценности из-за денег. А, кстати, вот бедные люди частенько из-за денег и предают и себя и других людей, и унижаются, и еще делают. Причем они при этом говорят, что деньги для них не главное. Вот так это вот, не странно. Это такое вот непонятное действие. Но на самом деле, если человек встал на позицию, он может понять, что значит, когда деньги ему служат, и когда он знает свои личностные ценности, и они для него важнее, чем деньги, вот тогда мы можем сказать, что человек действительно состоялся, и он по-настоящему богат. То есть я так понимаю, что деньги – это все-таки не главное, а главное – это все-таки быть счастливым, довольным, успешным человеком, который может себе позволить то, что хочет. Да, и к этому большинство людей стремится, естественно, и многие идут как раз в сетевой маркетинг. И вот у меня в связи с этим вопрос всего. Пожалуйста, ответь. Какие бы советы, один или несколько, вы бы дали новичкам, которые на сегодняшний день рассматривают именно индустрию MLM для того, чтобы преуспеть в ней? Ну, на самом деле здесь надо посмотреть по нескольким критериям. Во-первых, человек должен знать, для чего ему нужен сетевой маркетинг. Если человек хочет быстрых денег заработать, ему надо выбрать компанию какую-нибудь, может быть, бинарного маркетингового плана, она быстро будет расти, развиваться, но сейчас какое-то время она закончится. Как правило, сейчас много достаточно американских компаний, в которых один, может быть, два продукта, бинарного маркетингового плана, в этой компании можно зарабатывать деньги, но через какое-то время надо будет делать другой какой-то проект, а потом еще другой проект, а потом еще другой проект. Или, например, человек решил для себя выбрать, может быть, не такой быстрый путь, но этот путь будет более стабильным, путь связанный с личностным развитием, созданием более тесных отношений с людьми, которыми ты работаешь, тогда надо выбрать другой маркетинговый план, более расширенную сетку продуктов. И вот здесь все компании, много компаний называются MLM, но на самом деле все компании разные. И поэтому всех под одну гребенку тоже очень тяжело. Человек должен найти себе ту компанию, во-первых, продукт, который ему нравится, это раз, и во-вторых, чтобы он чувствовал себя как бы хорошо и комфортно, но и чтобы в этой компании были люди, наставники, которые могут помочь человеку измениться. Вот тогда при помощи сетевого маркетинга человек может достичь очень многого. Ну и на самом деле сделать самое основное – это научиться жить. Потому что когда человек научится жить, у него появляются и деньги, и здоровье, и все. А когда человек не умеет жить, хоть он что делает, пытается судорожно деньги зарабатывать, все равно не дотягивает и ничего по большому счету в жизни не меняется. То есть, я так понимаю, по большому счету сетевик – это не профессия, это все-таки стиль жизни? Профессия связана с определенным стилем жизни. Все-таки, когда человек хочет зарабатывать большие деньги в сетевом маркетинге, он должен подходить к этому профессионально. То есть, не так вот как бы с налету или как в книгах написано. Просто там «люби продукт, пользуйся сам и говори с другими людьми». Ну, звучит это хорошо, но если так это дело бессистемно, то есть, никаких больших денег не дойти, потому что, как и любой бизнес, стилем маркетинга – это система, которая требует образования, и тем более, если человек хочет зарабатывать большие деньги, и причем не один раз, а чтобы это было достаточно стабильно, и чтобы система, которая у него есть, она не сыпалась, а развивалась, то есть, он должен применять техники и технологии, а им надо учиться. То есть, человек должен стать, получить профессию, профессию именно сетевика. – Спасибо всем. Я думаю, моим читателям и тем людям, которые будут смотреть сегодняшнее интервью, ваши ценные указания, ну, не то, что указания, а ценные советы будут очень полезны. Может быть, вы что-то еще хотели бы добавить на тему сетевого маркетинга, что-то наболело или что-то хочется сказать? Это будет немного негативно. Нет на то, что система маркетинга прекрасная, действительно очень важная и просто замечательная, так сказать, такое явление в бизнесе. Можно даже сказать, действительно явление в бизнесе. И где каждый человек может создать свой бизнес с минимальными инвестициями и менять свою жизнь. И особенно для России стиломаркетинг, на мой взгляд, очень важен, потому что он образовывает широкие слои населения, в том числе финансовой грамотности, в том числе возможности правильно смотреть на жизнь, брать ответственность на жизнь за себя, ну и достигать своих целей. То есть и вот стиломаркетинг для России выполняет такую очень хорошую просветительскую работу. Вот в этом, наверное, основная миссия сетевиков, которая является, может быть, побочным эффектом их основной деятельности. Поэтому стиломаркетинг – это хорошо, это здорово, но и как все в жизни, ко всему нужно подходить разумно. Потому что, как и любой другой бизнес-инструмент, стиломаркетинг является исключительно инструментом. А бизнес делает сам человек. И под себя человек и находит нужный для него инструмент, а не наоборот, ломает свою жизнь под инструмент. Спасибо, Севлата, за очень ценные советы, за то, что нашли время сдать интервью. Ну, тогда, Владимир, желаю тебе всего хорошего, успеха, чтобы действительно бизнес рос, развивался. И чтобы и партнеры у тебя в бизнесе тоже зарабатывали денег и были счастливы. Вот этого желаю. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»